Добрый вечер, дамы и господа. Здравствуйте. Мы сегодня в программе открытой студии поговорим о беспорядках на границе с Иорданией, которые были организованы наиболее воинственно настроенными поселенцами. Но начнем, как обычно, с интерактивного голосования. Вопрос сегодня звучит следующим образом. Следует ли Израилю прекратить поселенческую деятельность и ограничить строительство в существующих поселениях? Так звучит сегодня наш вопрос. Три варианта ответа. Все как обычно. Первый вариант. Да, именно эта деятельность препятствует миру в регионе и ухудшает наши отношения с США и странами Евросоюза. 0547-666-019. Второй вариант. Нет. Мы не можем согласиться с таким проявлением слабости. Препятствием для мира являются не поселения, а деструктивная позиция руководства палестинской автономии. 0547-666-029. И третий вариант. Не знаю, но я уверен, что в ближайшей перспективе мира в нашем регионе не будет как с поселениями, так и без них. 0547-666-039. Пожалуйста, звоните, голосуйте. В конце программы, как обычно, мы подведем итог нашего голосования. С этой темы, собственно говоря, мы и начнем. Вы все, безусловно, знаете из выпусков новостей о новой волне недовольства нашими поселениями. Вот нам из ООН сообщили, что нехорошо строить там новые дома в наших поселениях. И сами поселенцы тоже у нас, получается, не ангелами. Они вот устроили беспорядки на границе Сардании. Обо всем этом мы сейчас поговорим. У нас в студии политолог и преподаватель Бар-Иландского университета доктор Ася Энтова. Здравствуйте, доктор Энтова. А также заместитель председателя Совета Иудеи и Самарии Игорь Дильмони. Здравствуйте, господин Дильмони. Ну, пожалуйста, попытайтесь объяснить, что произошло. Расскажите, давайте мы с вас начнем. Попытайтесь объяснить, что произошло, кто были эти люди, почему они организовали такие беспорядки и может ли такое повториться. В первую очередь я хочу разъяснить однозначно, что мы выступаем против подобных явлений. Идет речь о группе анархистов, которые выступают против армии обороны Израиля в различных местах, в Самарии, в Иудее. Они делают это также. У них есть левые участники, которые это делают в Бель-Ине. Есть люди, которые делают это в других местах Иудеи и Самарии. Мы выступаем против этих анархистов. Это крайняя группа, которая не соблюдает закон, нарушает, нужно их всех арестовать. Эта группа, в принципе, нападает на нас. Что такое армия обороны Израиля? Это я. Я солдат Миссури, за львийскую службу. Мои дети служат в армии. И все мои соседи, офицеры армии. Мы – это армия. Кто-то, кто нападает на солдат армии обороны Израиля, он нападает на меня. Несмотря на то, что он, быть может, думает, что он пытается мне помочь. Скажите, пожалуйста, вообще есть возможность таких людей просто, ну, что называется, выселить из поселения? Я вам объясню, в чем дело. Знаете, вот вы, поселенцы, в глазах нас, жителей бывшего Советского Союза, всегда были неким идеалом. Вот мы в газетах, вы там слушали радио, голос Израиля. Нельзя было слушать, но мы слушали. И там говорили о поселенцах, которые осваивают эти земли, которые живут среди арабских деревень. И мы всегда вами гордились. То есть, может, можно этих людей просто выселить, чтобы они не были поселенцами? Чтобы они приезжали там из Тель-Авива, устраивали беспорядки, мы бы просто знали, кто это. Потому что сейчас, понимаете, что пишут, во всех газетах пишут, поселенцы организовали беспорядки. Если бы мы могли их выселить, если бы мы знали, кто эти люди, то давно бы они уже находились в тюрьме. Мы не знаем, кто эти люди. И армия должна это сделать вместе с полицией. Полиция, у нее есть очень важная задача найти этих людей. Это действительно недопустимо, чтобы вчера вечером были такие беспорядки анархистов. Есть только один арестованный. Мне кажется, невероятным. У нас есть армия, Шабак. Они не столь сильны. Они способны найти террориста, которые прячутся в подвале всех три газа, но они не могут обнаружить, что эти анархисты, которые делают такие действия. Я надеюсь, мы потребовали уже это несколько раз и от армии, и от прокуратуры, от Шабака обнаружить этих анархистов. Также мы требуем подобное поведение по отношению ко всем группам анархистов. Мы не знаем, где они находятся. У нас нет возможности обнаружить их. И мы действительно надеемся, что люди поймут, что это не мы. Ася, давайте поговорим в целом о нашей поселенческой политике, потому что как-то все не удается нам убедить мир, Европу, США, ООН, что не поселение является препятствием к миру. Опять ООН требует не строить эти 40 домов. Опять возник вопрос, собственно, он уже не опять возник, а Богац принял решение о разрушении форпостов, о которых нам известно, что это совершенно законные поселения. Там люди на законных основаниях получали мошканту. Ну, как нам с этим бороться? Что нам делать? Вы сами сказали, что проблема не в Европе, не в Америке, не в Евросоюзе, а в том, что Богац принял такое решение. Нужно очень хорошо понимать, что договор ОСЛА, договор, по которому наша историческая земля, Иудея и Самарея, перешла к арабским террористам, не навязали нам совсем не ООН и не американский президент. Его сделали мы сами. То же самое. Сегодня весь мир обсуждает законность или незаконность поселений, только исходя из того, что говорится в самом Израиле. И вот когда сам Израиль, судьи богатцев, в первую очередь, или левые политики, говорят о том, что это незаконная земля, что мы там обижаем бедных несчастных арабов и так далее, естественно, всегда в мире находятся желающие распространить эту антисемельскую пропаганду. У меня есть вам два возражения. Возражение первое. Ну, а что вы ждете от судей богатца? Они говорят, дорогие друзья, есть вот соглашение ОСЛА. На основе соглашения ОСЛА выведены некие, так сказать, параграфы законов. Мы идем по этим параграфам. Поменяйте, измените, отмените. Ведь судьи же не могут произвольно менять закон. Они говорят, вот есть закон, я согласно этого закона буду действовать. Это первый вопрос. А второй вопрос. Ну, в конце концов, разногласий у всех очень много. Ведь не все американцы считают, что у индейцев были отняты земли законно. Есть американцы, которые так не считают. Но на основании этого никакой ООН не говорит американцам, знаете, освободите эти земли, отдайте их, верните их индейским племенам. Ведь там не говорится, а здесь говорится. Вы совершенно справедливо сказали, что огромная часть постановлений ООН посвящена именно Израилю. Всем есть дело до того, что происходит в Израиле. И мы, собственно, должны гордиться тем, что взоры всего мира обращены на нас. Но это совершенно не значит, что мы должны быть, как здесь говорят, фраерами. Что мы должны пугаться, что мы должны уступать. Наоборот. Как только мы в 67-м году победили и заняли Иудею и Самарию, отношение к нам было совершенно другое. Отношение было восторженное. И вот я слушаю сегодня представителей поселений, которые начинают говорить, что вот эти ребята, которые заняли Каср Аль-Игуда, они вот такие анархисты, такие сякие плохие. Мне это крайне странно. Потому что давайте проясним, о чем там шла речь. Несколько молодых людей, тех, кого называют Норгваот, они почувствовали себя прижатыми к стенке. Это было не нападение, это был не анархизм. Это был такой способ выбраться и попытаться показать, что людей довели до отчаяния. Нужно очень хорошо понимать. Кто их прижал к стенке, собственно говоря? Почему они прижали к стенке? Вчера вечером, просто для примера, вчера вечером, около нашего Ишува Корнейшамрон собралось огромное количество, с армией, с бульдозерами, с Магавом. Для чего? Для того, чтобы они грозили снести те караваны на Ромат-Гелад, о которых сейчас, в данный момент, ведутся переговоры. Понимаете, да? Да. Значит, происходит ситуация, когда поселенцев прижимают к стенке. С одной стороны, так сказать, им говорят, у нас все по закону. С другой стороны, поселенцы видят, что ничего по закону не работает. Они выбирают правую партию, правая партия ликут у власти. Представитель правой партии, Биби Натаньягу, глава правой партии, говорит, мы строим палестинское государство, мы не прекращаем процесс осла, мы замораживаем строительство. И вот эти люди, эти молодые ребята, которые не разбираются еще в политике, понимают, что у них, как у граждан, отобрали возможность выражения своих мнений через политическую систему, через демократию. У них не остается... И так, как левая молодежь, скажем, пытается разрушить эту самую стену и каждую неделю выходит и бросает камни в солдат армии обороны Израиля, так же и правая молодежь тоже вышла делать примерно то же самое. Нет, не то же самое. Потому что правая молодежь совершенно не собирается ничего разрушать. Они заняли место, которое называется Каср-аль-Ягуд. Как вы знаете, даже те, кто не знает арабский, Ягуд по-арабски это евреи. То есть это древнее место, связанное и у арабов с евреями. Это место находится на территории Израиля. Это место, так сказать, принадлежит Израилю. Поэтому единственное, что произошло, нарушение указания о закрытой военной зоне. Мы должны подчеркнуть, что христианские паломники регулярно в это место приезжают. Игаль. То есть я так понимаю, не все так просто. Я, честно говоря, даже не задавал вопроса Асе по поводу этого инцидента. Я считал, что здесь все мнения совпали, что это вот анархисты, нехорошие, заняли. Оказывается, не все придерживаются такой точки зрения. Может быть, Совет поселений тоже дает какую-то слабину, говоря об этих парнях, как об анархистах. Я хочу сказать две вещи по отношению к тому, что сказала Ася. Во-первых, на протяжении уже нескольких дней ведется обсуждение с Министерством обороны. Во-вторых, что касается урегулирования в Рамад Гилад вместе с семей, семейством ЗАЦ, Мушезад. Я хочу сказать в эфире, что Гилад Зар, который был мой хороший друг, он погиб во время теракта. И ведется обсуждение. Вчера ночью Министерство обороны угрожало тем, кто вел эти переговоры. И если вы мне не прислушаетесь к тому, что мы говорим, мы разрушим этот корпус. И Министерство обороны велось себя очень брутальным образом, практически преступным образом по отношению к переговору. Так ведут себя, может быть, в Южной Америке, так переговоры не ведут цивилизованные люди. И мы выступаем против Министерства обороны, против тех, кто вел эти шаги и так себя вел. Я думаю, что Бенни Бегин и другие люди просто не знали, что об этом и не знали, кто это идет. Но это не дает права ни одному какому анархисту в Наолин забрасывать камнями солдат Цааля. Неважно, это левый анархист или правый анархист. Бросать камни солдат Цааля, разрушать забор в Беллине. Или делать знаки, как «Хай Гитлер», салют «Хай Гитлер», потому что мы, это армия обороны Израиля, тот, кто портит забор, может привести к тому, что террористы пройдут через этот забор. А террористы могут напасть на меня, я поселение, я живу в Иудеи-Самарии. И мне очень грустно слышать, что подобные вещи происходят у нас. Это меньшинство, большая часть поселенцев, это нормальные люди, соблюдающие законы. Ну что ж, две позиции у нас, Ася, две, так сказать, равноценные позиции. Я могу согласиться и с этой точкой зрения, и с вашей точкой зрения, вы абсолютно правы. Мы действительно сами еще не решили, чего мы хотим. Такие же разногласия идут в самом Ликуде. Не зря ребята назвали эту крепость «Бейт-Жаботинский». В самом Ликуде на сегодняшний день есть два лагеря, более центристский Ликуд и правый Ликуд. Центристский Ликуд говорит отдать часть Иудеи-Самарии, правый Ликуд говорит нет. И вспомним к тому же о двух сторонах реки Иордан. Спасибо большое. Спасибо за эту беседу. Я думаю, что мы беседу на эту тему будем продолжать уже в нашей новой программе, уже не в программе открытой студии. А за сегодняшнюю беседу вам большое спасибо. Но до рекламы, позвольте, я напомню вам о нашем интерактивном голосовании. Итак, вопрос звучит следующим образом. Следует ли Израилю прекратить поселенческую деятельность и ограничить строительство в существующих поселениях? Три варианта ответа. Первый. Да. Именно эта деятельность препятствует миру в регионе и ухудшает наши отношения с США и странами Евросоюза. 0547-666-019. Второй вариант ответа. Нет, мы не сможем, мы не можем согласиться с таким проявлением слабости. Препятствие для мира не поселения, а деструктивная позиция руководства палестинской автономии. 0547-666-029. Третий вариант. Не знаю, но я уверен, что в ближайшей перспективе мира в нашем регионе не будет как с поселениями, так и без них. 0547-666-039. Пожалуйста, звоните, голосуйте. В конце программы мы подведем итог. У нас реклама, после которой мы перейдем к гораздо более веселым и легким темам. Реклама. Спасибо. Дамы и господа, позвольте мне подвести итог нашего интерактивного голосования. Итак, следует ли Израилю прекратить поселенческую деятельность и ограничить строительство в существующих поселениях? Так звучал сегодня наш вопрос. 10% сказали, да, именно эта деятельность препятствует миру в регионе. 60% это большинство сказали, нет, мы не можем согласиться с таким проявлением слабости. И 30% просить не дали ответ на вопрос, конкретного ответа, но уверены, что в ближайшей перспективе мира в нашем регионе не будет. Более 800 человек приняли участие в голосовании. Всем большое спасибо.